С прилавков магазинов водку, в названии которой используются имена политиков, предложил на этой неделе один из депутатов Госдумы. Это действительно странно, видеть подобные наименования 40-градусные, когда общество и лидеры нашего государства борются с алкоголизмом. В среду перед депутатами с отчетом выступал глава МВД Рашид Нургалеев. Цитата из его выступления. Все возрастающее количество выявляемых преступлений все еще неадекватно истинному положению дел в России и возможностям правоохранительной системы. Количество коррупционных преступлений в этом году выросло на 10%. По нарушениям, связанных со взяточничеством, казнократством и превышением должностных полномочий, возбуждено более 3000 уголовных дел. А число преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, возросло сразу на 20%. Сергей Куропов с подробностями. Борьбу с коррупцией нужно начинать с себя. Похоже, этот тезис президента усвоили все три докладчика, которые пришли в Госдуму. Министр внутренних дел Рашид Нургалеев, генеральный прокурор Юрий Чайко и глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. Никто из них не забыл отчитаться о борьбе с коррупцией в собственных рядах. Также осуждены 764 должностных лица правоохранительных органов, из числа которых трое являлись прокурорскими работниками, три – Следственного комитета при прокуратуре, 204 – органа внутренних дел, 12 – наркоконтроля, 6 – таможенной службы. Так, за 8 месяцев этого года количество сотрудников, в отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение должностных преступлений, увеличилось по сравнению с логичным периодом прошлого года на 20%. Министр Нургалеев отметил, что борьба с коррупцией становится для правоохранительных органов в их теперешнем состоянии практически непосильной ношей. Милиционеры лишены социальных гарантий, у них ненормированный рабочий день. Словом, эта работа не только опасна, но и неблагодарна. Поэтому на таких условиях в милицию всё чаще приходят случайные люди. Для искоренения фактов коррупции, каждый сотрудник милиции должен быть обеспечен полноценным социальным пакетом, побуждающим дорожить местом своей службы. Откровения силовиков депутатов не впечатлили. Отдельные парламентарии выразили уверенность, что рыба гниёт с головы, и главные коррупционеры – это не рядовые сотрудники, а люди, находящиеся в руководстве правоохранительных органов. Вы знаете, настораживает то, что сегодня в правоохранительной системе всё нарастает эта семейственность и клановость. Это один из моментов, который порождает коррупцию. Ответьте, что делается в этом направлении. Значит, что касается семейственности, Виктор Иванович, а разве плохо, если в органах прокуратуры соблюдаются семейные традиции? Молодые люди приходят. По словам представителей прокуратуры, в ряде регионов коррупция процветает. Только за первую половину текущего года Генпрокуратура выявила более 11 тысяч нарушений законов о госслужбе и примерно 50 тысяч нарушений законов о муниципальной службе. Чиновники зачастую владеют крупными пакетами акций и занимаются коммерцией. Только в этом году в производстве у нас находится 12,5 тысяч дел о коррупции. В Следственном комитете, только в прокуратуре. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Так и риск нарушений, трудностей, проблем тоже в два раза больше. Это ведь не карманные кражи, привлечь к ответственности высокое должностное лицо, а противодействие прессы, а должностных лиц, а некоторых уважаемых коллег из правоохранительных органов различного уровня. Это что, не в зачёт? В этом плане ни в коей мере нельзя доверять контроль над чиновниками, над чиновниками, самим чиновникам. Поэтому здесь на первый план выходит роль как оппозиционных партий, так и независимых СМИ и гражданского общества, без контроля со стороны которых мы коррупцию, конечно, победить не сумеем. Элементарные законы, самые простые, не выполняются. По борьбе с коррупцией никакого исполнения нет. Поэтому поговорим, я надел специально чёрную рубашку, как траура о том, что никакие меры по борьбе с коррупцией положительного результата пока не принесут. Несмотря на неудобные вопросы, министры признали критику конструктивной, поблагодарили депутатов и пообещали в будущем отчитываться перед парламентом. Однако о реальном настроении силовиков говорит тот факт, что к журналистам, ожидавшим в фойе, никто из них так и не вышел. Сергей Куропов, Александр Кисловский и Сергей Бочаров. Главная тема.